НН-Радио. Гость в студии. 15 часов и 10 минут в Нижнем Новгороде. У микрофона Светлана Савельева. Всем еще раз доброго дня. Сейчас поговорим о науке в сельском хозяйстве Нижегородской области. Дело в том, что в Комитете по агропромышленному комплексу региона создается научно-экспертный совет. Что он из себя представляет, чем поможет, а пока и зачем вообще нужен? Поговорим с нашим гостем в студии НН-Радио Игорь Александрович Тюрин, председатель Комитета ЗАГСа Брания по агропромышленному комплексу. Игорь Александрович, добрый день. Во-первых. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Но он у вас добрый? Да, конечно. Добрый. Солнышко на улице, все прекрасно. Весна. Ну, расскажите нам, что же это за совет такой? Зачем он нужен? Какая необходимость в нем? Ну, действительно, в начале февраля по моей инициативе депутаты, члены Комитета по агропромышленному комплексу приняли решение о создании научно-экспертного совета на базе Комитета. В него войдут круги разных людей, которые имеют отношение в целом к сельскому хозяйству. Это крупные сельхозтоваропроизводители, представители правительства Нижегородской области, причем не только Министерства сельского хозяйства. Это люди из контролирующих органов, это представители сетей, которые торгуют нашими продуктами нашего сельхозпроизводства. Это члены торгово-промышленной палаты, это руководители районов, где очень хорошо развито сельское хозяйство. Оно у нас в регионе по-разному представлено. И главной задачей этого экспертного совета является обсуждение ситуации, которые у нас есть в агропромышленном комплексе региона, аккумуляция лучших примеров соседних регионов и продвижение их на нашу территорию. Кроме этого, мониторинг, внимательное изучение сегодняшних программ поддержки сельхозтоваропроизводителей, их совершенствование и просто обсуждение во всевозможных кругах на уровне специалистов и экспертов, что нам нужно сделать в области на базе законодательного уровня, возможно, дополнительных привлечений инвестиций, субсидий, помощи сельхозтоваропроизводителям, чтобы у нас сельское хозяйство, ну, как минимум, не продолжало некое падение, которое у нас сейчас в области присутствует. Оно маленькое, но оно есть. А раньше таких обсуждений не велось? Ну, у нас на базе Министерства сельского хозяйства есть общественный совет, но он узкопрофильный, в него не приглашаются эксперты. А что значит узкопрофильный? Там только чиновники, депутаты? Нет, там чиновники и представители сельхозтоваропроизводителей и руководители управления сельского хозяйства районов. Как ни странно звучит, но я вот в него лично не вхожу, и как-то меня туда не приглашают. Это не является основанием для обид, конечно, но я просто понимаю, что тот орган, который создан по моей инициативе, он намного шире. Кроме этого, я не сказал в предыдущем своем замечании, мы сюда пригласили представителей научного и образовательного сообщества, представителей Нижегородской сельхозакадемии, которым поставлена задача на уровне региона подвести под наш агропромышленный комплекс некую такую научную базу, и они уже начинают работать в этом направлении. Научную базу в сфере чего? О чем идет речь конкретно? Светлана, есть много вещей, которые просто так не объяснишь. Дело в том, что... У нас слушают обычные нижегородцы, я в этом навряд ли что-то серьезно понимаю, как и многие слушатели. Вот расскажите нам простыми словами все-таки. Для чего? Зачем? Что там делает наука? Простыми словами это звучит следующим образом. На мой взгляд, у нас сейчас нет достаточного четкого взаимодействия между наукой, ученым сообществом, преподавательским сообществом и Министерством сельского хозяйства. Зачастую те инициативы, идеи, которые в нашей академии рождаются в свет, не продвигаются на практике. Или уходят куда-то, в другие города. Или уходят куда-то, в другие регионы. И как раз одной из задач нашего научно-экспертного совета создать вот эти научно-методические шаги и обеспечение взаимодействия ученых и реальных сельхозтоваропроизводителей, которые относятся к Министерству сельского хозяйства. То есть придумали, как по новой технологии, например, выращивать пшеницу с большей урожайностью, да? Нет, не то. Я вас хочу в другом направлении сделать. Есть регламенты, которые теоретически существуют, но практически они не прописаны. Что я имею в виду? Допустим, выходят молодые специалисты из академии, студенты, которые получают образование. Но, к сожалению, порядка 12-15% только остается или возвращается в реальный сектор сельхозпроизводства. А остальные остаются в городе или уходят работать не по специальностям или по тем специальностям, которые, типа бухгалтер, экономист, востребованы в других отраслях, не в сельском хозяйстве. И вот задача нашего научного сообщества как раз прописать, к примеру, именно регламент, что нужно сделать всем нам, министерству, сельхозпроизводителям, то есть самим хозяйством и ученому научному сообществу, чтобы эти люди вернулись на село. То есть привлечение молодых специалистов в том числе. Наша сельхозакадемия пока еще не выпускает. И важно эти взаимодействия наладить. Ну, там специфически это не просто огурцы и грядки, это сложнейшая инфраструктура. Под ярким светом выращиваются огурцы, помидоры, цветы, зелень, которая очень востребована. Но специалистов под это мы еще пока не готовим. И вот наша задача объединить все это дело. И ученые и преподаватели в сельхозакадемии должны немножко, на мой взгляд, изменить свой подход к процессу обучения и готовить именно тех людей, которые востребованы. Зачастую у нас этого нет. И вот наш научный экспертный совет это дело очень серьезно сейчас мониторит, рассматривает и делают все рекомендации. Вот что я имею в виду под привлечением науки. Конечно, у нас были питомники. Они сейчас есть лысовские плодопитомник, где новые рассматриваются варианты яблок, сортов. К сожалению, это сейчас немножко все спало, но я думаю, что это все восстановится в ближайшее время, потому что государством это поддерживается. Ну, я так понимаю, не хватает того самого молодого мотора, который бы двигал этот агропромышленный комплекс вперед. Вы абсолютно правы. И еще, какие вопросы в сфере АПК будут в первую очередь обсуждаться с экспертами? Те вопросы, которые сейчас стоят в регионе особенно остро, его требуют экспертной научной оценки. Вот коротко, если перечислить их. Вернусь к главному, что сейчас. Это закрепление молодых специалистов на селе. Так, а в этом поговорили еще какие? Это увеличение государственной поддержки наших сельхозтоваропроизводителей. Это создание нового инвестиционного климата, которого у нас, на мой взгляд, он сейчас есть, но он недостаточный. И привлечение инвестиций страны, как частных, так и государственных, на фоне государственного и частного партнерства. Вот, следующий момент. Это привлечение новых направлений развития сельского хозяйства и развития их, таких как агротуризм, создание бизнес-инкубаторов, где будут идеи сельскохозяйственные развиваться и воплощаться в жизнь. Это увеличение посевных площадей некоторых культур, допустим, льна, который у нас есть, но раньше его было больше, но сейчас это востребовано. И мы будем именно рассматривать на уровне экспертов, что нужно сделать всем, министерству, депутатам на законодательном уровне, сельхозтоваропроизводителям, научному сообществу, чтобы наши объединенные усилия были сконцентрированы, прописаны регламенты и на основании этих регламентов шло движение вперед. То есть, составлять такой большой план на будущее. Да, большой план на будущее, что нам нужно сделать. Который строят многие и все стороны, которые в этом участвуют. Да. Вот, как раз, возвращаясь к вашему вопросу первому, почему общественный совет не дорабатывал? Там не все присутствовали. Там нет торгово-промышленной палаты, нет бизнес-инкубаторов, нет параллельно других министерств, потому что сразу пригласили представителей СМИ экономики и СМИ промышленности, и СМИ инвестиций, и они с удовольствием вошли в это. Потом, мудрейшие руководители районов, где сельскохозяйство очень на высоком уровне стоит, они тоже дали свое согласие принимать участие в заседаниях совета. Главное, что это интересует стольких людей. Спасибо за развернутый ответ и надеемся, что новый совет действительно улучшит ситуацию и будет полезен в сфере агропромышленного комплекса. В студии ННРадио был Игорь Александрович Тюрин, председатель комитета законодательного собрания по агропромышленному комплексу. Вам хорошего дня. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания, друзья.